Всем привет, вы на канале CryptoCommons и ребята, это крышеснос полный. Аудио улетело на 60%, поэтому я прямо сейчас перед тем, как начинать это видео, закрываю часть сделки на Bybit. Вот хотя бы 20 тысяч контрактов, лимиткой кидаю в стакан. И сейчас, если до нее добьет, да, вот начинает разгружаться сделка. И это именно то, о чем я всегда вам и говорю, ребят, что важно забирать прибыль, не пересиживать. Потому что посмотрите, какая у нас сейчас образовалась свеча по аудио. Вот ровно так, как мы вчера его ожидали, вслед за маной, если вы помните вчерашнее видео, так он исходил. Поэтому забираем прибыль, вот, 3 тысячи долларов забрано, еще 4 не реализованы. Сейчас будем думать, что с ними делать. Может быть, подержим и потом догрузимся по тренду. Собственно, так же, как это было здесь, мы сейчас можем увидеть неплохую коррекцию. Поэтому часть прибыли забрана, но можем пойти дальше наверх. Поэтому часть сделки держим, собственно, все как обычно. И, ребят, если вам не безразлична тема крипты, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И погнали дальше к видео. Так, что мы видим по сайту IntoTheCryptoVerse от Benjamin Cohen, что в целом, все еще у нас все показатели за лонг. Посмотрите, макроиндикаторы. Но что здесь самое интересное? Но что здесь мне показалось наиболее интересное? Это вот эта метрика. Посмотрите, Total Market Cap. Общая капитализация по CoinMarketCap сейчас чуть более 1 триллиона долларов. Или USDT будет правильнее. А по тренду 1,9 триллиона. То есть, что это значит? У нас есть средняя трендовая. Посмотрите, вот эта красная. Fair Value. И она растет. То есть, мы сейчас по общей капитализации недооценены на 45% примерно, чтобы вы понимали. Мы сейчас в зонах перепроданности. Соответственно, текущий риск составляет 0,36. 0,36 – это очень маленький риск, как вы можете понимать. И он плюс-минус по всем монетам такой. Посмотрите, по общей капитализации, по битку, по эфириуму уже больше риск 0,48, поскольку эфириум сильнее вырос. А вот риск по индексу доллара 0,78. То есть, он высокий риск. Соответственно, индекс доллара смотрит в коррекцию, крипта смотрит наверх. То, о чем мы с вами и говорили все это время. Но, тем не менее, смотрите, локально у нас была вот такая сильная свеча вчера разворотная, которая не продолжилась дампом. Но мы, тем не менее, видим достаточно серьезное сопротивление по битку вот в районе 23 тысяч, 23 200, который мы никак не можем пробить. И также довольно очевидную поддержку в районе 22 600, за которой нам стоит сейчас присматривать. Если мы ее пробьем, ребята, то я не исключаю, что это все будет такой мини-барт Симпсон. То есть, это вам покажется очень сильным дампом, куда-нибудь на 21 тысячу. Но в макрокартине, вот на 4-часовике, посмотрите, это будет не что иное, как просто ложный закол под сетку EMA Ribbon и потом дальше наверх. То есть, мы просто сдуем вот этого мини-барта Симпсона, который у нас образовался вот здесь, да? Ну, вы поняли. Вот. Но это не точно. Я не говорю, что это будет. Может быть, он будет... Может быть, этот закол будет меньше. Просто куда-нибудь внутрь EMA Ribbon, там, на 22 тысячи и сразу резко наверх. Может быть такое? Может. Топливо для ракеты нужно всегда. И рост состоит из падений, если вы помните. Если мы приближаемся, вот, 15 минутки, у нас постоянно происходит падение. Поэтому сейчас, пожалуйста, будьте осторожны, кто не в позициях. Ждите, на мой взгляд, более лучших точек входа. Торгуйте лучше по тренду, потому что тренд у нас определенно восходящий начался. После 4 месяцев накопления, после того, как все абсолютные индикаторы отсигнали за то, что это дно. И еще раз вам говорю, что у нас undervaluation, то есть недооценка средняя, примерно 50%. Ну, сейчас на пампе 45%. То есть, реально, x2 – это как по учебнику просто возврат к средним значениям, ребята. Как и по битку, так и по эфиру. То, о чем я все время вам и говорю. Недельная сетка EMA Ribbon на логарифме, вот, будет видно. Это является средними значениями. А даже лучше двухнедельную посмотреть. Вот, посмотрите, двухнедельная сетка является абсолютными средними значениями, вокруг которой мы пляшем все время. Обратите внимание, вниз, вверх, вниз, вверх. Соответственно, сейчас эта сетка выступает магнитом, как мы с вами ожидаем. Но более статистически вероятно, что мы на ней не остановимся, а пойдем дальше наверх. И потом к ней вернемся. Либо как к поддержке, пойдем дальше наверх, либо как к сопротивлению и пробьем дальше вниз. Поэтому сейчас волна куда-то, вот, тысяч на 40 по битку просто напрашивается. Соответственно, вот к этим выросшим, опять же, вот этим средним значениям, которые были в районе 30, сейчас они в районе 40. В соответствии, опять же, вот с этой темой Бенджамина Кована. Ну да ладно, ребята, что у нас по остальным сделкам? Давайте посмотрим. На Байбите все ровно. В принципе, пока еще особо другого крыть нечего. То есть у меня уже, я уже забрал половину прибыли, кто знает, и жду, теперь стою, когда забрать еще одну половину прибыли. Но уже не все в смысле, а половину от половины, то есть четверть. В чем прикол? Когда ты забираешь половину прибыли, ты все время забираешь, ну как бы у тебя остается что-то. Потом, получается, забираешь четверть, потом восьмую и так далее. Поэтому я жду вот таких же пампов, как по аудио, в целом, чтобы разгрузить следующую половину. По поводу новых монет, опять же, потом будут говорить, вот, что Гринни на дне не говорил. Каста, ребята, надо говорить, я понимаю, что это очевидно, уже всю дорогу всем говорили, накапливайте, накапливайте. Но сейчас, когда она стрельнет, смотрите, первая двухнедельная зеленая свеча и, соответственно, третья недельная хайконаши свечки. Обратите внимание, то есть они по тренду вот тут только облажались, но в основном они по тренду все четко показывали, что тренд был нисходящий. И мы вам говорили, не покупайте касту на листинге, вон, обычные свечи кучу раз вам давали ловушки, что это дно. Видите, сколько зеленых было свечек. А свечи хайконаши показывали четко тренд. Вот почему я люблю свечи хайконаши. И посмотрите урок, кстати, про эти свечи в описании, покрутите полезные видосы, там есть урок по свечам хайконаши. На ютубе вы его не найдете, ютуб его банит постоянно, потому что это перевод по авторским правам. Но на Кост.В он у нас есть, в описании, короче, ссылка есть. Кому интересно, покрутите внимательно, найдите свечи хайконаши. Так вот, эти свечи сейчас показывают, что каста развернулась. Чуваки, и мы вам всю дорогу говорили накапливать ее ниже 15-10 центов, она упала до 2. Сейчас ее надо до накапливать и держать. Все, что ниже 5-10 центов, я думаю, надо до накапливать, а потом ее надо держать в долгосрок. Она может, конечно, еще потом отвалить, но в целом в какой-то момент она пойдет очень сильно расти. Потому что проект рабочий не скамовый, я в этом уверен просто. Но, естественно, держите в уме разлоки и миссию, которую будут вбрасывать, поэтому это все может занять некоторое время. Эфир BTC меня просили посмотреть еще. Эфир BTC, какой тренд сейчас у нас там происходит. Давайте посмотрим вместе. Эфир к битку показывает, безусловно, силу. Показывает силу, и в отличие от большинства альткоинов, показывает силу и аптренд еще с 2015 года, когда он появился. Посмотрите, эфир к битку в целом находится в аптренде все это время. Да, вы можете сказать, у нас были бычьи и медвежьи рынки здесь, такие небольшие. Да, вот это был бычий, потом вот у нас был медвежий. Но в целом мы лои не переписывали, как вы видите. И идем дальше наверх. Поэтому у нас может, конечно, случиться мини-медвежье здесь и вынести всех, да. Но в целом макротренд у нас бычий, и надо работать по тренду. Плюс у нас сейчас еще сетка EMA Ribbon тестируется как поддержка на двухнедельном таймфрейме. Смотрите, уже здесь и здесь потенциально. На двухнедельном. На недельном вот она прямо сейчас и тестируется тоже, опять же. Поэтому смотрим, если сейчас мы удерживаем ее, удерживаем, либо ложно закалываем, но отскакиваем. Грубо говоря, если мы пробиваем, короче, вот это сопротивление, и в идеале вот это сопротивление, в районе 8-8,5 миллионов сатоши, то я думаю, что там миллионов 12 сатоши ближайшая цель вот из этих вот значений 2017 года. Несмотря, конечно, на инфляцию, потому что у эфира, конечно, инфляция гораздо более ощутимая, чем у битка. Не знаю, ребята, я здесь больше за эфир классик, на самом деле. Я от эфира классика жду сейчас таких пампов, как по аудио. Потому что это реально настоящий эфир. И вот мои цели по нему, я не хочу все повторять несколько раз, по FIBA 0.618, 115 долларов, куда-то туда. Классик минимум жду, а вообще долгосрок жду его выше, выше All Time High Off. И по Dash не менял свое отношение, тоже вот только Dot, смотрите, развернулся. Все поперло наверх, короче. Dash тоже развернулся плавненько. И я думаю, что это все будет расти. А еще я, знаете, что купил? АВАКСа, несмотря на то, что я говорил, что это щиткойн, но он для меня очень сильно упал на 92%. Он, конечно, может упасть еще на столько же, там, на 98 в итоге свалится. И я понимаю, что это всего лишь голимый форк эфира. Но решил немножечко прикупить вот АВАКСа в корзину. Но пока на споте просто, в марже что-то не хочу его. Но опять же, в рамках технического отскока, АВАЛЕНЧ может легко сходить вот на 0.23 фибу, это 40 баксов. Или на 0.38, это 60. Ну и там на 0.5, 61.8 в районе 90 баксов тоже может сходить. Поэтому это надо держать в уме. Но если не сходит и пойдет туда, то опять же мы заберем часть прибыли и тут, и тут, и тут. Вот и вся стратегия, друзья. Покупай дешевле, продавай дороже. На Битгете, напоминаю, что у нас продолжается турнир. Он, на первый взгляд, уже заканчивается, но на самом деле нам его продлят сейчас. И у нас, потому что мы хотим увеличить вот эти призы минимум вдвое. Поэтому давайте добавляйтесь, кто еще не добавился, ссылка в описании. По ней переходите, вступайте в наше соревнование и погнали состязаться. Потому что трейдеров все еще немного, шансы на победу велики. Вот, я тут держу биток, биткэш, лайток и линк. Ну и пока не вижу по ним прям супер крыша с носа, поэтому продолжаю держать. Но биток периодически разгружаю-догружаю на самом деле. И даже сейчас мы вроде как уперлись в некий важный уровень сопротивления. И по идее надо часть разгрузить, но я часть разгрузил уже. Но в целом я жду сейчас вот такой примерно какой-то параболической волны. Ну не на 40 тысяч, конечно, но на 30 с чем-то. И вот там буду разгружать, вот в этой зоне, остаток этой позиции. Напишите в комментариях, что делаете вы, в каких вы сделках. Проверьте обязательно подписку в наш телеграм-канал, чтобы не пропускать все важные уведомления. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Это был Гриня, всем профитролей. Удачи и до следующих выпусков. Пока.